1 декабря Всероссийский день хоккея. Этим видом спорта Уссурийск славился в крае всегда. С 60-х годов турниры проводились на уличных катках. И только в 2006 году в Уссурийске появился крытый лед. Здесь, соответственно, уже пошел рост сегодня нашего хоккея. Вот на сегодняшний день только хоккеем у нас на ледоварении занимается 10 групп ребят. 10 групп ребят. Это начиная, ну скажем так, с самых маленьких наших детишек с 2012 года. И кончая сегодня нашей молодежной хоккейной командой «Тайфун». В октябре ледовая арена отметила десятилетие. Спортсменов с каждым годом прибавляется. Самые маленькие хоккеисты только научились стоять на коньках и держать клюшки. Но планы и мечты о карьере уже построены. В какой команде ты бы хотел играть, когда вырастешь? В Салавате. А почему? Потому что она лучше играет. Салават Гевардов? Да. В честь Дня хоккея в России уссурийские команды «Спартак» и «Приморье» провели товарищескую игру. Тренировка, игровая практика и праздник – все в одном матче. Уссурийские хоккеисты славятся множеством наград. Например, в прошлом году наши спортсмены стали чемпионами международного турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. А игроки ночной хоккейной лиги становились победителями в Сочи в лиге будущих чемпионов. В 2016 году в Уссурийск пришла молодежная хоккейная лига и команда «Тайфун». Теперь местным воспитанникам есть к чему стремиться. Для маленьких хоккеистов эти парни – пример для подражания. У самих же игроков молодежки есть свои кумиры и свои цели. Вратарь «Тайфуна» Кирилл Калинин – воспитанник хоккейной школы «Северная звезда» в Москве. Потом были «Спартак», «Сахалинские акулы», теперь «Уссурийский тайфун». Я просто ставлю для себя какие-то там цели высокие. Ну, то есть там в континентальной хоккейной лиге пытаюсь. То есть это не принципиальный клуб в принципе. Просто стараюсь попасть в хорошую лигу, хорошую играть, добиться уровня высокого. Нападающий хоккат «Тайфун» Арслан Ахметянов начинал в Уфе, в школе Салавата Юлаева. Двоюродный брат занимался хоккеем, и Арслан тоже мечтал о коньках и клюшке. Родители позволили заняться хоккеем только в 7 лет. Арслана это не смущает, ведь даже Овечкин пошел в хоккей в 9 лет. Сейчас нападающий «Тайфуна» берет пример со своих кумиров – Ильи Ковальчука, Патрика Кейна и Никиты Кучерова. Если взять Никиту Кучерова, то он нацелен на ворота, он снайпер сам по себе, и у него можно учиться, как он забивает голы, как действует на площадке. Считаю, в «Адмирал» попасть – это самая главная цель пока что. Ну а там, если получится, то и дальше стремиться. С 1 декабря все уссурийцы тоже могут выйти на лед. Залит каток на стадионе «Патриот» и коробка возле спорткомплекса «Локомотив». На «Патриоте» есть прокат коньков, музыкальное сопровождение и теплое помещение со скамейками и буфетом. А посмотреть на игры нашей молодежки можно 2 и 4 декабря в стенах Ледовой арены. Екатерина Рехтина, Никита Файзурина и Сергей Флоренцов. Телемикс.